Добрый вечер! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макарова. И вот о чем расскажем далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова А прокуратура тем временем просит граждан сообщать о поборах. На реках области опасный тонкий лед. Об этом предупреждают спасатели. И сообщают, что некрепкий ледяной покров водоемов в эти новогодние праздники стал причиной гибели двоих жителей региона. Несмотря на все призывы спасателей после оттепели не выезжать на лед на транспортных средствах, люди все равно это делают. Так накануне в Саратовском районе под лед провалились автомобиль и снегоход. Его водители до сих пор ищут и на суше, и под водой. Все подробности у Станислава Жижина. Скованным льдом Рено Логан оказался накануне около полуночи. По тревожному сигналу на место прибыли спасатели и водолазы, однако их работа здесь не потребовалась. Автомобиль ушел под воду частично. Пострадавшие к моменту приезда спасатели смогли выбраться на берег самостоятельно. Водитель находился рядом, трезвый абсолютно. Выехал на лед, потому что не смог подняться в этом месте в гору. Выехал, хотел найти объездной путь и провалился примерно в 30-40 метрах от берега. Ему данные все рекомендации по этому поводу. Какие специфические действия необходимы для того, чтобы извлечь его автомобиль. В принципе, это задача собственника данного транспортного средства. Также в службу спасения поступил сигнал из села Престанное. По словам специалистов, там под лед провалился рыбак на снегоходе. На место были направлены спецтехника и водолазы. Заявление нам поступило от отдела полиции Саратовского района о том, что вчера в 21.30 мужчина 70-го года рождения на снегоходе уехал в сторону Престанского моста. Они начали проводить следственные мероприятия. Тут же была отправлена водолазная группа. На данный отрезок времени снегоход обнаружен, извлечен на поверхность водолазами областной службы спасения. Ну, а поиски тела продолжаются. Найти тело рыбака водолазом на месте ЧП не удалось. По версии спасателей, его могло унести под водным течением. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратова, 24. Ну, а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся за минувшие сутки. Полина, приветствую тебе слово. Приветствую, Анна. И начну с аварии, которая произошла в Ленинском районе Саратова. На улицу Буровая столкнулись ВАЗ-2101 и Газель. По данным госавтоинспекции, водитель Копейки выехал на встречную полосу и протаранил молотонашку. Оба водителя пострадали. Госпитализация понадобилась водителю легкового автомобиля. Предварительно в момент столкновения он был пьян и ранее лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. Спасатели помогли девушке, застрявшей на металлической цветочнице, прикрепленной к балкону третьего этажа. ЧП произошло накануне вечером на улице Вокзальная в Балаково. Специалисты выяснили, что 30-летняя женщина выпила с другом и решила наспорт спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. Осуществив задуманное, она зацепилась одеждой за цветочницу этажом ниже. В результате проведенной спасателями операции девушка не пострадала и от госпитализации отказалась. В Энгисе в ДТП пострадали три человека. Авария произошла на отрезке проезжей части между улицами Тельмана и Степная. 22-летний водитель ВАЗ-2112 протаранил световую опору. По словам очевидца, удар был такой силой, что у машины разнесло переднюю часть кузова и вывернуло колеса. Телесные повреждения, кроме водителя, получили пассажиры авто в возрасте 20-23 лет. И о пожарах. За прошедшие сутки в области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два крупных возгорания. В Саратовской области горели дача и баня. Первое ЧП произошло в садоводческом товариществе «Прогресс», расположенном в поселке Усть-Курдюн. Там огонь охватил дачу на площади 50 квадратных метров. На место происшествия выезжали три подразделения в составе 10 человек. И еще одно возгорание произошло в городе Хвалынск. На улице Степана Разина огонь охватил баню на площади в 6 квадратных метров. Строение выгорело полностью. На тушение выезжали две единицы техники, девять человек личного состава. Сведений о пострадавших гражданах нет. К этому часу у меня все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Полина. Я напомню, наша съемочная группа находится в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Первый шаг к сохранению исторической части Саратова – это недопущение точечной застройки. Об этом в интервью заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, застройка высокой этажности в старинных городских кварталах несет лишь проблемы. С одной стороны, уродует исторический облик Саратова, с другой – лишает жителей вековых парков, скверов и других зон отдыха. Нам оставили наши предки. Замечательный город. Вот нигде нет центральной части города, чтобы она так сохранилась. Но для этого нам нужно сделать все, чтобы мы это не разрушили, во-первых, а взяли и сделали все для сохранения. То есть фасады отремонтировали, соответственно, не строили в рамках вот этих точечных воровских застроек, не уродовали облик города. Потому что точечная застройка, я говорил, опять скажу, это все чисто такие рваческие проекты на карман. Потому что, как правило, это застройка высокой этажности в исторической части, и, соответственно, от этого город ничего не получает, только проблемы. Поэтому нужно всегда думать, что ты делаешь, и что делает, и оставишь тем, кто потом придет. И те, кто, собственно, осваивает эти участки, ну, понятно, что совесть тоже надо иметь. А вот где нужно строить, так это на пустующих территориях областного центра и нежилые микрорайоны. С ними в городе проблем нет, а парки для отдыха и развлечений. Один масштабный проект уже есть. Саратовский конкурент Диснейленду может появиться на землях НИИ Юго-Востока. И называться он будет «Швамбрание» по мотивам рассказов известного писателя Льва Кассиля. Этим проектом занимаемся. Он с повестки не снят. В рамках комплексной застройки большого микрорайона на землях НИИ Юго-Востока мы этот проект все-таки постараемся реализовать. Потому что этот проект вообще будет и украшением, и возможность отдыха для детей, и горожан. Также по инициативе и при поддержке Вячеслава Володина в этом году будет проведена реставрация памятника архитектуры картинной галереи Петрова-Водкина в Хвалынске. Работы планируется начать уже предстоящей весной. Должников будут лишать единственного жилья в счет погашения долгов по кредиту. Подробнее об этом, а также о том, чем еще запомнился этот день жителям нашей страны, смотрите в традиционном обзоре. Ученые Национального исследовательского технологического университета изобрели уникальный материал для боевых машин-невидимок. Так называемые метаматериалы. Это объекты, которых не существует в природе. Они создаются искусственно и имеют неоднородную структуру, которая позволяет менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы. Благодаря уникальным свойствам такие материалы могут использоваться в разработках оборонно-промышленного комплекса, а также для создания сверхмощных компьютеров, в которых электрические сигналы выступают место фотонным. Интерес к разработке уже проявили ряд компаний российской космической отрасли. Минюст предложил лишать должников единственного жилья. Но эксперты тут же пояснили, что новый законопроект, позволяющий забирать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет только тех должников, чьи жилищные условия явно превышают их потребности в жилище. Решение о таком взыскании суд может принять только в случае, если у должника нет другого имущества и его доходы несоразмерны с обязательствами. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую выплатит должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше. Ранее Конституционный суд постановил, что следует определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту имущественных интересов кредитора. При этом следует предусмотреть гарантии сохранения нормальных жилищных условий должника и его семьи, считает в Минюсте. Проект соответствующего федерального закона опубликован для общественного обсуждения. Слушания в Международной федерации лыжных видов спорта по делу отстраненных от соревнований российских спортсменов начнутся в ближайшие дни. Об этом сообщил лыжник Алексей Петухов. В конце декабря Международная федерация опубликовала сообщение, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Валикжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. На своей странице в социальной сети Алексей Петухов написал, что все эти дни он живет в ожидании и верит в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должны наказываться. Также лыжник подчеркнул, что никогда не поддерживал допинг в спорте. Житель региона продает Саратовскую область поштучно за 15 рублей. Такая информация появилась на популярном сайте частных объявлений. Речь идет о юбилейных 10-рублевых монетах. В описании так и написано «Продам Саратовскую область». Другой нумизмат оценил изображение региона на червонцы в 11 рублей. При этом у него в наличии не только наш регион. У торговца имеются монеты с изображением символики других регионов, областей, республик и краев. Цена разнится, однако в объявлении отмечается, что если покупатель заберет все регионы, то цена снижается до 18 рублей за штуку. На площади Чернышевского неизвестные уже в третий раз покалечили декоративного новогоднего оленя. У фигуры переломаны все четыре ноги. В первый раз, 21 декабря, фигуру повалили на землю. Во второй раз спустя неделю отломали рог. В соцсетях инцидент бурно обсуждается. Некоторые пользователи утверждают, что арт-объект пострадал от молодых мам, которые сажают на него своих детей. В мэрии отметили, что порча и уничтожение городского имущества может квалифицироваться как вандализм и влечет за собой административную ответственность. Сейчас оленя с площади Чернышевского забрали представители Саргорсвета. Специалисты отметили, что после многочисленных актов вандализма светящаяся фигура оказалась сломана окончательно и восстановлению не подлежит. Жители и гостей Саратова на крещение приглашают окунуться в Иордань. В ночь с 18 на 19 января и весь последующий день в городе будут организованы крещенские купания. Основной наплыв желающих окунуться в прорубь ожидают на набережной у ротонды. Представители Министерства спорта рассчитывают, что сюда придут порядка двух с половиной тысяч человек. Большое количество ныряльщиков ожидают и в Затоне. У официальных мест для купаний, как и всегда, будут дежурить все оперативные службы – спасатели, полицейские и скорая. Всех, кто все же рискнет и побывает в ледяной воде, согреют горячим чаем и окажут медицинскую помощь, если она потребуется. А во всех храмах пройдут праздничные службы и великое освещение воды, которую будут раздавать всем прихожанам. Барабанщица и саксофонистка выступят на большой сцене. Наши землячки – победительницы всероссийского конкурса «Синяя птица» Екатерина Филимонова из поселка Степное и Софья Тюрина из Балакова получили приглашение от знаменитых деятелей культуры. Девятилетняя Софья-саксофонистка выступит с народным артистом России пианистом Денисом Мацуевым на концерте в Париже в посольстве России во Франции. Соня исполнит свой виртуозный полет шмеля в дуэте с 12-летним баянистом из Приморского края Ростиславом Мудрицким. 13 января в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского со своим номером выступит барабанщица 10-летняя Екатерина Филимонова. Приглашение она получила от художественного руководителя государственного академического камерного Вивальди Оркестра народной артистки России Светланы Безродной. 31 декабря выходной день. Интернет-сообщество «Наше время», выступавшее за перевод стрелок часов в регионе, решило запустить российский флешмоб 31 декабря выходной день. Речь идет об объявлении последнего дня уходящего года официальным выходным днем. Сейчас, когда праздники только-только завершились, этот вопрос становится актуальным, чтобы к следующему 31 декабря страна могла подарить себе официальный выходной день. Предлагаем всем жителям Российской Федерации разделяющим нашу точку зрения поддержать нас. Мы запускаем всероссийский флешмоб 31 декабря выходной день. Выкладывайте посты с указанным хэштегом и фотографируйтесь с ним. Призывают организаторы акции. Ряд компаний рискует попасть в черный список регионального министерства строительства и ЖКХ. Это касается тех организаций, которые некачественно провели капитальный ремонт домов. В редакцию телеканала «Саратов-24» жалобы на протекающие крыши после и даже во время замены кровли поступали из Маркса и Балакова. Чтобы не допустить подобных ЧП в будущем, было предложено исключать недобросовестные компании из аукционов. Об этом в интервью телеканалу заявил министр строительства ЖКХ области Дмитрий Тепин. Чиновник также подвел итоги 2016 года и рассказал о перспективах текущего. Вырастет ли стоимость квартир? Насколько поднимутся тарифы на услуги ЖКХ? И успеет ли регион переселить жителей из аварийных домов в срок? Узнаете сегодня в программе «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. И к этому часу у меня все. Далее эфир продолжит программа «Прямая речь». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова